Архимандрит Иоанн Крестьянкин Размышления о бессмертной душе Почему во все века и времена так много говорилось и говорится и в наше время о душе человеческой? Да потому что душа – это жизненное начало. Потому что жизнь человеческой души в Боге есть самое главное в жизни человеческого общества и жизни церкви. Потому что жизнь человеческой души в Боге и с Богом – это основа нравственного развития как человека, так и общества. Душа – это главная часть естества человека. Душа есть некий вид энергии, еще не познанный людьми, наукой. Это та бессмертная, разумная, духовно-нравственная сила, которую человек получил от Бога при творении. Люди не видят своей души и потому, к сожалению, не умеют ее ценить. А ведь душа – это те задатки добра и святости, которые являются частью нашего естества и даны нам Богом. И эта душевная сторона нашего естества сотворена Богом Прекрасной. Она одуховлена Духом Божиим и является частичкой Бога в нас. И сообщает нам возможность нашего обожжения. Душа – это совокупность всех мыслительных, разумных действий. Все наше внутреннее существо, внутреннее содержание человека, в какой-то степени характеристика человека, обусловливающая его поступки, его действия, поведение, его жизнь. Она одуховлена Духом Божиим, бессмертным и разумным. И при жизни душа и дух соединены воедино. Душа человека духовна и бессмертна. Это догмат. По определению Блаженного Августина она безвидна, то есть невидима, и безобразна, то есть не имеет образа. Бог создал ее духовную и живую, разумную и свободную, и она составляет с телом один живой организм. Душу можно видеть только посредством откровения и божественного просвещения. Только умные глаза отдельных людей, просвещенных благодатью Божией, могут видеть душу. На основании высказывания и определений святых отцов можно обобщенно о душе сказать так. Душа человека – это бессмертная, разумная, деятельная, духовная сила, полученная человеком от Бога при творении, дающая возможность человеку при воздействии на нее благодати Духа Святаго, Божия, беспредельного развития и обожения. Душа – это бестелесная сила, личное, самостоятельное духовное естество. Та разумная, мыслящая, высшая духовная сила, которая приводит в гармонию и сочетает во единое, стройное, целое, разные части нашего тела. Но одновременно сама душа руководится Святым Духом Божиим, который приводит в строгий порядок уже ее многоразличные стремления, движения и помышления. Она является тем духовным началом в человеке, которые обнаруживают свою деятельность во всех частях тела. Это свободная, одаренная способностью желать и действовать самостоятельная, бессмертная сущность человеческого естества. При земной жизни она тесно связана с телом и несет все тяготы и скорби его, действует в теле и через тело при содействии его органов, руководит телом, будучи сама руководима и направляема Святым Духом Божиим. О душе можно сказать, что это совокупность высоких качеств любви, страдания, сердечного расположения. Душа – это та часть естества нашего, которое мы познаем Бога, молимся Ему, обращаемся к Нему во всех наших жизненных обстоятельствах. Молитва – это пища нашей души. Душа – это разумная часть нашего естества, которой мы способны распознавать добро и зло, выбирать свой жизненный путь. Это та разумная и мыслящая часть нашего естества, которая позволяет нам усилиями своей воли с помощью Божией, познав волю Его и возлюбив ее всем сердцем, строить нашу жизнь на основе заповедей Божьих. Это та часть естества нашего, которая позволяет нам сознательно идти путем, указанным Богом, борясь со всеми искушениями и ухищрениями духа злобы. Это та часть естества нашего, которая дает нам возможность не увлекаться земными соблазнами, а иметь единственную цель в жизни – это стремление к познанию Бога. И насколько это доступно человеку ощущать присутствие Божие уже во время нашей временной земной жизни. Душа – это частичка Бога в нас, это уместилище Духа Святаго. Через душу Бог постоянно присутствует в нас, и Он, наш Небесный Отец, постоянно таким образом с нами, так как живет в нашей душе. Будучи сотворенной бессмертной и одуховленной Богом, при творении же вдумновением в нее Духа, она получила предназначение стать нерукотворенным храмом Духа Божия, местом постоянного обитания в нас. И если человек осветит ее святым крещением и не загрязнит своими повседневными грехами, то Дух Божий постоянно в ней присутствует, и она становится храмом Божиим. Тем нерукотворным храмом Божиим, которому предназначено жить вечно, вместив в себя Бога. Душа – это источник, из которого проистекает активность человека в его действиях, в его целеустремленности, к добру или к злу. Это та связь, которая нашей человеческой природе сообщает возможность быть близкой к Богу, внушает желание стремиться к Богу. И Господь Иисус Христос своей искупительной жертвой вдохнул в нашу бессмертную душу новую жизнь. Жизнь в таком тесном и близком общении с Богом, которая не может быть сравнима ни с каким общением людей между собой. Мы вступаем в духовный союз с Богом, а через таинство Святого Причащения и телом становимся едины с Ним. Все животные и растения созданы Богом и имеют душу, но душа человека обладает особыми свойствами, ставящими ее в особое положение по отношению к душам животных и растений. И эта особенность ее заключается в ее духовности и разумности. В низшей своей части она сходна с душой животных, но ее одуховленность возвышает ее над душой животных и растений. При создании души человеческой Бог творил ее по образу Духа, вложив в нее образы и законы добродетели – рассудительность, ведение, благоразумие, веру, любовь и другие добродетели. В душе человека заложен образ Божий, который проявляется в ее бессмертии и духовности, в ее способностях и силах, в ее памяти, разуме и воле. Это духовная сила нашей жизни, это творение Божие. А все сотворенное Богом – прекрасно. Уже по своему творению она является особо тонкой, возвышенной, разумной, исполненной необычайной красоты и предназначена для пребывания в ней Бога. Это дом Духа Божия в нас. Господь в доме Своем, то есть в душе и теле человека, собирает и полагает все небесное, духовное богатство. Стало быть, какой же бесценной является наша душа. Все красоты мира, все его сокровища – ничтол в сравнении с ценой души. Ведь она бессмертна и носит в себя образ Божий. Бог вечен. Он не знает ни начала, ни конца своему бытию. И наша душа, хотя она имеет свое начало, но она не знает смерти, она бессмертна. И каким бесценным Божиим даром является наша бессмертная душа, вложенная в каждого из нас Господом. Она бесценна. Из всех созданий Божиих она самое высшее создание после ангелов. Но и ангелам не дано чести быть жилищем Духа Святого. А эта честь дарована только душам человеческим. Человек создан по образу и подобию Божию, и каждый из нас носит их в себе. И хотя наши грехи и страсти загрязняют этот образ Божий и стирают в нас его черты, мы не можем сомневаться в том, что печать его все же несем на себе. Душа наша не имеет цены. Господь Иисус Христос однажды как бы положил ее на весы, сравнив ее со всеми богатствами и ценностями земного шара, и сказал, что эти богатства – ничтол в сравнении с душой. Какая польза человеку, если он приобрещет весь мир, а душе своей повредит? Душа наша драгоценная – это великий дар Божий, оценить который не в силах ни наша мысль, ни наше сердце. Это цена крови, пролитой Спасителем на Голговском кресте. Господь претерпел все унижения и мучения с младенчества и до голговских страданий ради спасения наших бессмертных душ. Бог дал ей бессмертие, дал разум, который убирает в себя неисчислимое множество знаний, дал свободу Духа, никого насильно не принуждает идти за собой, а только обращается к нам с этим зовом, только зовет нас. Поистине нет цены бессмертной душе человека. Она искуплена кровью Бога-человека и призвана им к вечной и блаженной жизни. Предназначена быть храмом живущего в нас Духа Святого, носить в себе образ Создателя нашего. Души всех людей с момента падения прародителей сделались местом пребывания лукавых духов, и только с пришествием на землю Христа Спасителя было совершено великое спасительное искупление и уврачевание души. Он освободил ее от рабства и извел из тьмы к свету. Господь Иисус Христос пришел для того, чтобы изменить, преобразить и обновить естество павшей некогда души, создать вновь, растворив ее Божественным Духом. Верующих в Него. Он соделал новым умом, новую душою, новыми очами, новым слухом, новым языком, духовным одним словом, новыми людьми. И понятно, что душа человека, как Дитя Божие, рвется к своему первоисточнику, тянется к своему Небесному Отцу, как ребенок к своей матери, и только тогда обретает покой, когда почувствует себя в объятиях Небесного Отца, как успокаивается и ребенок на руках своей матери, «Как велика цена души!» Видно из того, что только Сын Божий, принесенный в жертву, смог восстановить первозданное состояние нашу душу. Поэтому и говорят богомудрые отцы, что цена ей – это цена пролитой крови Спасителя. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!